И гости столицы. Друзья, добрый день. В прямом эфире передача «Якутск. Сегодня». Проведу его я, Анна Фёдорова, исполнительный директор акционерного общества «Прогноз» и координатор инклюзивного проекта «Обнимаю сердцем». Сегодня мы с гостями поговорим о творчестве без границ. В нашей сегодня студии гости. Егор Васильев Джида, Кирилл Матвеев. И с удовольствием представляю милую девушку Ульяну. Ульяна Павловна Максимова является председателем регионального отделения Всероссийского общества глухих. И начнем мы наш разговор с разговора о мечте. Вы знаете, завтра состоится уникальный, в моём понимании, концерт, который называется «Раскрываю сердца». И этот концерт о мечте. Ульяна, расскажите, пожалуйста, как вам пришла идея объединить на одной сцене людей с ограниченными возможностями и звёзд нашей эстрады? Такая идея возникла ещё тогда, когда я работала в Нерингре, являясь председателем Нерингренского местного отделения. Мы там со своими местными звёздами в городе Нерингре организовывали такие творческие вечера. И приходит идея о том, чтобы его провести на большом масштабе. И возникает такая идея, и дальше поехала. Да, и в сентябре у нас случился разговор. Ульяна Павловна говорит, у меня есть такая мечта. Я говорю, давайте попробуем. Позвонила в Северо-Восточный федеральный университет с просьбой, можете ли нам выделить один день в декабре. И они говорят, с удовольствием. И с удовольствием присоединились огромное количество людей. И вот, вы знаете, это же история о том, что мечты действительно сбываются. И вот в песне, например, Кирилла Джолтага также говорится о том, что мечты сбываются. Давайте фрагмент послушаем. Северо-Восточный федеральный университет с просьбой. Кирилл, вы поетесь трех лет, насколько я знаю. Вот что вас воодушевляет? И сразу второй вопрос. Что может помешать тем людям, кто хочет развиваться в творчестве? Да, конечно же, во-первых, нас воодушевляют наши зрители. Ради них мы работаем, творим, развиваемся. А что может помешать? Думаю, что никто и ничто у каждого человека должен быть. От самого человека зависит. И у человека должно быть обязательно желание. Если есть желание, всё будет. Спасибо. Спасибо большое. К Егору вопрос такого характера у меня. Я как-то слушала ваше интервью, Егор. И вы сказали, что ваше творчество для вас – это любовь к жизни и к тому, чем вы занимаетесь. Вот что эта фраза сейчас для вас? Добрый день, коллеги, дорогие слушатели. Любовь – это про жизнь всегда, и творчество всегда, жизнь. Аня, я немножко про предыдущий вопрос тоже немножко затронула. Да, конечно. Мечты воплощаются, скорее всего, на мой взгляд, вопреки. Наоборот. Наоборот, вот эти проблемы все, вот эти засловные преграды, они всегда, наоборот, требуют больше сил, больше отдачи, больше стремления, больше желаний, больше усилий, больше знаний, чтобы противоставить себя вот этим преградам, которые мешают нам любить и творить, и созидать, и делать мир немножко-немножко лучше. Да, абсолютно согласна. Ведь не было бы развития, если бы не было каких-то кризисных точек. Ну, конечно. Они дают переосмыслить, и действительно, рост случается вопреки. И вот Ульяна Павловна очень активно живёт, и я знаю, вы занимаетесь общественной деятельностью, активно развиваете инклюзиву в обществе, плюс спортом занимаетесь. Вот что бы вы хотели сказать тем, у кого постоянно нет времени? Благодарю за вопрос. Я, во-первых, думаю, что, чтобы подходить, грамотно провести это, нужно грамотно провести свои планы. Очень важно расставлять все свои планы на следующий день, допустим. Да, если завтра у меня какие-то мероприятия, я должна рассчитать самого приоритетного, а потом уже... И иногда нужно уметь взять перерыв, посидеть спокойно, подумать, что нужно сделать. Если бывают такие ситуации, которые не решаются, нужно взять спокойно, посидеть, и оно само по себе уже проходит. Как говорится, нет ничего невозможного. Есть всегда выход из такой ситуации, и всегда себя нужно позитивно настраивать. Вот так я считаю. Да, спасибо большое. Внутренне вот это слово сказать «стоп», когда хочется уйти куда-то, эмоции тебя поволокли, и ты побежала за ними, получается, и как-то, когда говоришь себе действительно «стоп», и сфокусируешься на чём-то другом, то потом вдруг как-то оно само собой разрешается. Да, всё верно. Дорогие друзья, у нас в студии те люди, которых объединяет сила духа, стремление к мечте и осмысленное, наверное, осмысленное отношение к жизни, ведь всё зависит от нашего отношения. Наверное, про это тоже песня я не спорю. Предлагаю послушать фрагмент «Мекаспаппинжида рэта». У вас очень искренние, честные тексты песен вы пишете из подросткового возраста, да? Как вот они у вас трансформируются? Они же всё равно о вашем отношении внутри к жизни. Трансформация... Так, меня и... Вот отношения, да, меня и творчество, меня и слово, меня и музыки, и этого окружающего мира, это всегда как раз-таки противоречия, споры, борьба, конфликты, да, где рождается, на мой взгляд, истина. И да, вот с 12-13 лет, когда я писал, я всегда... Мне всегда нравилось, мне всегда было... Было недостаточно хорошо, недостаточно ярко, или недостаточно... Поэтично, может быть, да, музыкально. И до сих пор это всегда так, и поэтому я верю и надеюсь, что ещё далеко-далеко в будущем ну меня ждёт мой... О произведении, которое меня достаточно удовлетворит. Но это же опять же будет значить, что прошло время вот этих конфликтов, и тогда всё, наверное, остановится в творчестве, поэтому я рад, что мне всё... Ну, всегда недостаточно хорошо то, что я делаю. Ульяна, расскажите, пожалуйста, завтра какой концерт ожидает зрителей? Ведь это уникальный, это не рядовой концерт. Так. Ну, в первую очередь я хотела бы призывать людей. Концерт будет интересен для всех зрителей нашей республики. и там выступят наши уникальные, особенные люди, покажут своё мастерство, свой потенциал и свой талант. Знаете как? Вот в действии я тоже сама являюсь нарушением слуха, и я очень мечтала петь. И у меня... Понимаю, что у меня нет голосового таланта, зато у меня есть талант в детском исполнении. И моя мечта сбылась, когда на сцену вышла с Саиной, и мы вместе спили трасту и курс. Это было в 2004 году. И потом я подумала для себя, если мои мечты сбылись, почему бы не дать и возможность другим детям спеть со звездой эстрадой на сцене, на таком большой сцене. Вот о чём будет этот наш проект. Да, будет много совместных номеров. Звезды эстрады Сахая, Александр Бурнашовы, Дмитрий Колосов, иллюзионист, Кирилл тоже вместе выйдут на сцену с людьми с ограничениями по здоровью, но безграничным стремлением к саморазвитию. Я, наверное, так сказала бы. И очень волнительно проходят репетиции. Ребятишки из школ отправляют статус, как у них это происходит. И действительно видно, что у них прям глаза горят. Расскажите, пожалуйста, Кирилл, как ваши репетиции с Валентином проходят? Да, Валентин очень волнуется. Наши репетиции прошли отлично, можно, да? Так, хорошо, что у Валентина в репертуаре есть моя песня «Джолтая». Он уже давно поёт эту песню. «Джолтая». И вот завтра, 8-го числа, в конце Сергляхской огни мы дуэтом будем исполнить мою песню «Джолтага» на слова Виктора Хона Нохтохона на мелодию Николая Андросова. И очень надеемся и волнуемся, что понравится наш дуэт зрителям. Я уверена. Я уверена, потому что этот дуэт от души. И этот концерт про душу. Завтра будут в зале зажигаться звёздочки. Это будут исполняться мечты тех детей, тех взрослых, которые выйдут на большую сцену, некоторые выйдут в первый раз. И это для них действительно чудо. И вы представляете, какая в этом зале будет светлая, сильная, чистая энергетика. Поэтому, друзья, я призываю вас, я приглашаю вас, несмотря на то, что сейчас декабрьские холода, несмотря на то, что морозы, но там будет тепло. Мы продолжим нашу беседу о творчестве без границ после короткой рекламы. Спасибо. Оставайтесь с нами. о творчестве без границ. с гостями с гостями в стулье Ульяна Максимова, Кирилл Матвеев, Егор Васильев, Джида. Завтра, 8 декабря, в культурном центре Сергиляхские огни состоится инклюзивный концерт, где будут принимать участие особенные люди с талантами и звезды эстрады в совместных творческих номерах на одной большой, движовой, классной сцене. Вход бесплатный. Ждем вас всех на этом концерте. У меня вопрос к гостям нашим, Кириллу, Егору. Что вот для вас вот эта вот фраза «творчество без границ»? Ну, вроде бы, фраза такая, знаете, расхожая, да? Мы ее часто слышим, но если вот о ней порассуждать, то за ней скрывается глубокий смысл, на мой взгляд. В моем понимании, да, например, да, границы, которые есть в голове, да, а ты думаешь, что ты не можешь, что ты слаб или недостаточно, подготовленный, или же, ну, и тысячи, тысячи других причин, которые могут тебя ограничивать, а сперва в твоей голове, и когда ты сначала просто надо необходимо мысленно вот этот барьер все сломать, и тогда уже все остальное, как бы, да, только все это сидит в голове просто один раз. Да, например, я же с детства, когда, ну, хотел писать, читать рэп, например, да, сам быть на сцене, я, а заикаюсь очень сильно, вот, а в последнее время как-то привык повыкся немножко, я могу это как-то забыть немножко, да, сам преодолел немножко, а в детстве я вообще не мог, при людях особенно, вообще ни слова не могу высказать, и поэтому для меня это было как бы, да, а в голове были очень много мыслей, которые я хотел донести до людей, там, до сверстников, до взрослых, и думал, как бы это, как бы это, потом я думаю, и когда я, вот, появился, вот эта музыка, появилась в моей жизни, рэп появился в моей жизни, да, когда речитатив вот этот, да, музыкальный, немножко напевом идет, и это уже все, как бы, без секунды промедленности это начало идти, и все просто, это был один момент, когда я понял, ну, да, какая разница, что, может быть так или не так, но я могу сделать, а таким способом, да, и все, я буду услышан, и все пошло-поехало, прошло 20 лет уже, как я озвучиваю свои мысли. Ну, это про то же, да, что, почему я вообще должен зависеть от мнения, народа, да, от мнения других людей, да. Ну, это в абсолюте, но мы же все люди человека, поэтому, да, мы все разные, мы все по-разному чувствуем, мы все по-разному, как бы, воспринимаем, да, себя в этом мире, мы, и то, что, да, каждый человек может преодолеть, это, это очень сложно, на самом деле. А чтобы сломать все эти страхи, да, мне кажется, надо, ну, например, вокал, да, постоянно на выступать, постоянно надо заниматься, каждый день, только тогда будут результаты. Ну, это про практику, да, можно долго сидеть у себя в голове, гонять эти мысли, но по факту ничего не делать, либо преодолевая себя, вот как вы говорите, просто практикой делать шаги конкретные. Обязательно практика надо. Да. Вы знаете, завтра на сцене выступит еще Мичил Моисеев, все, наверное, помните этот клип, который, не знаю, мне кажется, просто, ну, никто не мог остаться равнодушным, мне кажется, что я могу остаться равнодушным. И предлагаю сейчас посмотреть равнодушным. Субтитры создавал DimaTorzok Завтра на нашем концерте уже повзрослевший Мичил также споет эту песню. Друзья, я вас прошу, звоните нам, наши номера 32 00 66, 32 11 66, и мы ждем ваших звонков. А пока мы продолжим нашу беседу, как раз мы начали говорить о страхах и об инструментах их преодоления. Один инструмент мы назвали, да, это выйти из своей головы и начать практически делать конкретные шаги, действия. Егор, еще какие инструменты? Еще, конечно же, авторитетное мнение, поддержка близкого человека. Поддержка обязательно. Да, а иногда достаточно бывает просто одного слова, одного человека. и весь этот мир немножко меняется, и ты понимаешь, что это совсем по-другому. Что тебя унесло тоннельное мышление, в свои страхи и негативы, да, я с этим тоже сталкиваюсь. Ульяна, какие вы инструменты применяете, что вам помогает? Страхи у всех есть? Да, мы не все, каждый идеален, поэтому, вот, когда опускаются уроки, когда понимаешь, что возникает такой страх перед каким-то вот жизненным страшем, ты, мне больше всего помогает этот инструмент, который, ну, заложен еще в действии, потому что я родилась такая, какая есть, и всему меня, вот, научили родители делать самой. Как бы эта ситуация не происходила, какая бы грустная история была бы в моей жизни, я знаю, что, вот, точно преодолею эту проблему. То есть, вера в себя. Вера в себя, вера в себя, неважно, какой будет он плохой, я знаю, что все равно где-то в другой уголке я хорошая, что я такая вот. Главное, себя любить, да? Да, любить себя и принимать себя. Ну. Да, потому что часто же бывает, вот, я, есть я плохая, которая не умеет, не может, боится, да? Есть я хорошая, такая, идеальная, распрекрасная, все умею, красиво пою, да, так красиво танцую. А на самом-то деле я есть такая, какая я есть. Я уникальная, и, в принципе, это классно, действительно, мы все люди, все мы человеки. и вот по поводу как раз инструментов и по поводу поддержки у меня следующий вопрос, да, назревает. Для, вот, кто есть ваши наставники, кто были ваши наставники, для кого вы творите? Вот, например, я, когда решила, что буду участвовать, да, вот в инклюзивном проекте «Обнимаю сердца», у меня как-то пазл сложился именно тогда, когда это стала моя личная история. То есть я свой вклад в виде души, в виде времени, да, в виде там, каких-то профессиональных, скажем, навыков, да, дарю своему дяде Ивану Ивановичу Федорову, который сейчас борется со страшной болезнью, и своей первой учительнице, Алине Михайловне Прошиной. У вас, наверное, обязательно есть такие же люди, Кирилл. Так, насчет наставников, да, у меня наставников очень-очень много. Первыми вокальными руководителями были Феврония Петровна, ой, Дмитриевна Потапова и Агафья Николаевна Петрова. После окончания школы я занимался у народного артиста Республики Сахай-Кутя Аркадия Алексеева. У него есть вокальная студия. Нет, не вокальная студия, это коллектив, да? Ансамбль? Нет, не ансамбль, а творческая студия, можно сказать. Дайер Сахалар. И с 2015 года уже я ездил по гастролям. В студийские годы занимался в студии Сергей Лях Сулстера под руководством тоже народных артистов Республики Сахай-Кутя Екатерина Алексеев-Егорова. Вот. И в школьные годы каждый год по лагерям, да, вокальные тоже были. Например, лагерь Клима Фёдорова Лырмран, да, все знают, наверное. Да, да. И это вот получается следующий инструмент благодарность. Да, благодарность. Когда мы чувствуем благодарность к тем людям, кто нам помогал и помогает. Я им очень благодарен каждому. Спасибо. Егор, кто ваши наставники, кому вы посвящаете свое творчество? Наставники у меня, у меня есть один замечательный наставник, это книга. Я, а как только научился читать, я до сих пор не расстаюсь с книгой вообще. И, и то, что, как я ощущаю жизнь, как я вижу мир, да, как, как личность моей становления на самом деле по самой большей степени определили произведения, которые я читал, перечитывал, это дыр, и это был просто огромный такой, огромный влияние на меня имеет литература вообще, в принципе. Ну, и это следующий инструмент, да? Читайте больше книг, потому что в книгах действительно заложена мудрость. Мне один раз, насколько-то, не помню, в 15 лет, наверное, я пришла в библиотеку, я сама из Велийска, и мне сказали, «Всё, Аня, ты все книги уже прочитала, действительно, реальная история у меня была, тоже обожала читать». Да, Ульяна, вот вы же сказали, да, о том, что, ну, когда сложно бывает, я говорю себе, что у меня всё равно получится, да, но, наверное, это очень сложно, вот сейчас я хочу, знаете, о чём сказать, вот завтра выйдут дети, которые не слышат, но они будут петь, да, завтра выйдут дети с очень слабым зрением, но, тем не менее, они будут тоже петь и танцевать, это же очень сложно, вы через это тоже проходили, и вот вы говорите о том, что, ну, я думаю, что не сразу же к вам это пришло, да, что я всё смогу, какие этапы вы преодолевали, или что вы посоветуете нашим слушателям? Это было, когда я, вот в школьные годы, тоже надо будет вспоминать, как это всё прошло, и какие этапы преодолевало, вот это нужно будет вспоминать время, я бы сказала, что это благодаря, когда я учила в школе-интернате, там были не только воспитатели, но и руководители по танцам, руководители, которые учили нас всему, и как-то... Своим примером, да? Да, своим примером, мы, старшеклассники тогда же были, они тоже своими же примерами нам показывали, и мы понимали, что, оказывается, разве так можно? А я тогда маленькая думала, что высшее образование для таких, как мы, нет дороги. А потом, все временно, мы понимаем, что есть, есть возможность поступить в высшее образование, получить образование, и работать на высокой должности. Друзья, мы... Спасибо. Друзья, мы продолжим наш интересный разговор, мы говорим об страхах, об инструментах их преодоления, о творчестве без границ, оставайтесь с нами, пожалуйста. Друзья, в прямом эфире передачи «Якутск сегодня», и мы сейчас вот как раз во время перерыва разговаривали о том, как проходила первая встреча Ульяну с Джидой. Я прошу рассказать, это очень интересная и классная история. Сейчас расскажу, как у меня в начале было, когда в подростковом периоде у меня был... Ну, я очень любила музыку, музыку слушаю. И тогда вот выходила пик моды у песни «Мин Са Кабын», которую пел Жида. И в итоге я поступила в Новосибирь, Жида проехал со своим концертом. И там он на сцене поёт и даёт мне микрофон, чтобы я спела эту песню. Но я так, очень, песню петь. И он даёт мне микрофон, а что делать? Я же не буду подводить его. И что, спела на якутске эту песню. И я его не подвела на самом деле со своим голосом. И представляете, столько времени прошло, и я сижу рядом с ним и думаю, про себя, неужели мои мечты сбываются, и мечты, они материальные. Со временем всё равно сталкиваются. Вот я бы хотела об этом рассказать. Да, жизнь же, она состоит из наших впечатлений, воспоминаний, да. И, ребята, представляете, что завтра участники, 150 человек выйдут на сцену, выступят, дети с ограниченными возможностями, да. Какое для них это будет счастье, и какое это будут для них, ну, воспоминания, они же пронесут его через года. И вот вы все участвуете в этом чуде. Это просто классно. И, друзья, вы обязательно завтра приходите на этот концерт. Ещё раз говорю, что вход бесплатный. Просто там это будет бесценно. Концерт называется «Раскрывая сердца». Приходите с раскрытыми сердцами, поддержите тех, кто будет на сцене, вам дарить счастье и радость. И вот Ульяна Павловна говорила о том, что её мечта сбылась, и она с жестовым пением, да, вышла на сцену с Саиной. Хочу, пожалуйста, вот поставьте, пожалуйста, фрагмент. Белой-белой сказки С неба на снег упали краски И засиял тепло миланской Маленький город мой «Где я была неважно, где побываю я неважно, я всё равно вернусь однажды, снова вернусь домой. Здравствуй, я густ, старый мой друг, ты молок мой всегда, я поздравляю тебя с днём рождения». Это просто прекрасно, это восхитительно. Да, это просто искусство, Спасибо. Вот и Кирилл, и Егор, вы так легко согласились. Вот с Кириллом я была знакома, как-то надеялась, что он поддержит. И Егора я не знала лично, но я позвонила, он говорит, с удовольствием. Нам нужен был ведущий, также звоню, Лизе Газизовой, тоже думаю, ой, наверное, нет, наверное, она очень занята. Она говорит, да я с радостью проведу этот концерт. Понимаете, он так легко, он как будто сам по себе живёт, развивается. Вот вы так легко действительно согласились. Почему? Я думаю, что у вас действительно занятость-то очень большая же, могли и отказаться. Ну, по мере возможности всегда я пытаюсь всем помочь, нуждающимся. И, я же слово, добро рождает добро. Поэтому всегда пытаюсь всем помочь. Да, спасибо, Егор. Я знаю, это же, ну, само собой, да. Это же просто, ну, в смысле, а я даже не думал, в этом не рефлексировал, значит, она и тут черно. Ну, просто я как раз сам график посмотрел просто по времени. Есть, есть, да, слава. Ну и вот, а это история же моего страха, да? Да, скорее всего. Поэтому, да. Ну, это же так же было просто. Было время, а почему бы нет? Мы ничего не теряем. Вы мне попросили нас самым пешком сидеть 500, что-то сделать. Да? Ну, допустим. А, к примеру. Еще раз убеждена, что мир не без добрых людей. Спасибо вам огромное, что вы согласились на наш большой концерт, на наш удивительный инклюзивный концерт. И я вам безмерно благодарна, что вот пошли на встречу и будем дарить вместе нашим людям вот такое вот счастье. Спасибо. Я думаю, мы можем, на самом деле, еще больше сделать. Да, еще будем познакомиться. На самом деле, мы можем еще больше на сцене что-то сделать вместе, наверное. Да, этот же концерт идет в рамках инклюзивного проекта «Обнимаю сердце». И в нем два направления. Одно направление, это мы говорим про развитие инклюзии, о том, что все люди равны, все люди разные. Но данность мира такова, что есть отчуждение. Есть какая-то точка несоприкосновения. Людей нормативных, ну, скажем так, да, и тех, у кого ограничены физические возможности. И люди, проживая каждый день, мы не думаем о том, что это реально бесценный дар. Что мы можем видеть, что мы можем слышать и выбирать, что слушать, да, что мы будем, можем ходить своими ножками по этой земле. Мы же об этом не думаем. А кто-то этого лишён. Но, несмотря на это, имеет такую жажду к жизни, которой стоит нам научиться. Ведь правда? Да, насчёт это как раз таки, я вот в 2018, кажется, ломал ногу и ходил там с костылями, ходил, но работа всё равно происходила. И я понял, насколько, насколько это сложно, насколько наш город не подготовлен, если можно так сказать. Это было совершенно просто важный и нужный опыт. Я думаю, да, об этом нужно говорить, об этом надо кричать в некоторых местах. я думаю, наверное. Да, и поэтому идея нашего проекта как раз об этом. Как раз об этом, чтобы мы начали говорить, чтобы мы начали объединяться и с этой же целью для того, чтобы наши дети уже понимали и принимали и помогали и имели чувство сопереживания. Экскурсия и выставка идёт в смарт-библиотеке. Она тоже бесплатная. Вторник, четверг и воскресенье. Пожалуйста, записывайтесь и можете на неё приходить. И также мы проводим разные мастер-классы, семинары, кулинарные по фотографированию. Вот Нинель недавно проводила по девочкам, по визажу. Кстати, они тоже будут некоторые задействованы на концерте. Они будут помощниками, ассистентами будут готовить моделей. Там будет классный показ, национальный фэшн-показ от наших якутских дизайнеров. И моделями будут девочки и мальчики очень готовятся, некоторые на колясках. И они так ждут этого мероприятия. плюс ещё такой момент. Нинель говорит, очень хотелось бы нам выйти по трек Эйгэ. А Эйгэ мне говорит о том, что до этого она говорит, я в Монголию уезжаю. И тут после того, как мы с Нинель поговорили, вдруг она мне пишет, слушай, я касса восьмого буду в Якутске. Я говорю, да ты что? Ну, значит, ты будешь петь тогда. И как-то совпадает, как пазл случается, случается, случается. Это настолько невероятно, да? Лена, вот вы, например, могли мечтать, что это ну, ваши идеи объединить людей всех на одной сцене и вдруг хопс, завтра восьмого декабря это случится, 150 человек выйдут на сцену, полный зал зрителей, кто придёт поддержать, да? Вы могли вообще об этом думать, что это ну, реальность будет? Я бы сказала, что если с такой чистой мыслью, да, оно всегда обязательно исполнится. я так считаю. Да, да, абсолютно верно. Если мотив чистый, то это всегда случается. Вселенная откликается. Да. Да, мы все дети Вселенной и она нам помогает. Кирилл, вот что вы можете сейчас пожелать себе, тому маленькому и тем детишкам, кто делает первые шаги в творчестве, независимо ограничены и неограничены, просто человеком, людям? Живи, твори, побеждай, не ной, иди вперёд. Да, да, да. Иди вперёд, да. Иди вперёд, да. Иногда так хочется поныть, да, а когда ты сравниваешь себя и видишь, что, боже, вообще, о чём это я? Егор, а вы что хотели бы пожелать? А тот же вопрос, с себе, который... Да, да, с себе маленькому. Не знаю, даже. А в последнее время я придерживаюсь совета, что любой совет это самый худший совет. Да, не посоветуй, не навреди. Я бы сказал, просто слушай себя. И, кстати, вот, о смарт-библиотеке, как раз был этот разговор, да, кажется, Аня с детьми в школе недавно виделись, встреча была, да, попросили какой-то совет для начинающих, ну, дети тоже хотели там петь, выступать. Да, я посоветовал, что советы всегда, ну, не помогают, на самом деле, да, потому что настоящее творчество, настоящее твое видение мира, твое восприятие, оно только должно проецировать твой внутренний мир. И посоветовал не слушать, а не слушать советов, но это был, опять же, ну, совет тоже, да, и тут такой диссонанс получается. Ну, просто слушать себя, своё сердце и верить в этот мир, в этот прекрасный, чистый мир. Друзья, сердце у всех одно, сердце, оно большое, оно может объять, необъятное, и завтра на концерт, раскрывая сердца, мы вас всех приглашаем поделиться своей добротой, своим вниманием и своей поддержкой. Спасибо, что сегодня были с нами. Выплыли. Субтитры создавал DimaTorzok